Здравствуйте, в эфире телевизионная информационная служба Коминтерновского района. Люди, события и самые обсуждаемые в районе темы. 12 августа состоялась очередная 9-я сессия Коминтерновского районного совета. Было рассмотрено 25 вопросов, касающихся жизнедеятельности района. У центрального входа здания районной администрации депутатов встречали бравые молодцы в камуфляжных костюмах, нервно щелкающие семечки в большой мусорный бак, на котором была полустертая надпись «Люстратор». Несмотря на умело выстроенную мизансцену, 9-я сессия Коминтерновского районного совета началась вовремя. Без каких-либо эксцессов. На ней присутствовали 28 депутатов, руководители района и депутат областного совета Олег Кутателадзе. Председательствующий Геннадий Тевтул рассказал депутатам о нововведении электронной системе голосования при помощи пультов дистанционного управления. То ли депутаты не разобрались, где эта кнопка, то ли система требовала доработки, но после третьего сбоя решили голосовать по старинке, поднятыми руками и перешли к рассмотрению повестки дня. Был заслушан отчет об исполнении районного бюджета на первое полугодие 2016 года. Ход выполнения комплексной программы образования Коминтерновщины на 2015-2018 годы. Программы занятости населения района и программы предотвращения и противодействия заболеванию туберкулеза. Внесены изменения и дополнения в районный бюджет на 2016 год по ряду районных программ. Например, были выделены дополнительные средства на ремонт здания амбулатории в селе Сычавка. Это инициатива областного депутата Олега Джумберовича Кутателадзе, который знает, что жителям Сычавки приходится ездить за врачебной помощью в Южный. В случае объединения Сычавки с близлежащими селами в рамках реформы децентрализации, здесь планируется создание современного медицинского центра для предоставления услуг всем жителям объединенной громады. Депутаты Коминтерновского районного совета активно работают в депутатских группах и комиссиях. Вопросы, которые были вынесены на девятую сессию, уже обсуждались ранее, поэтому по ходу сессии решения принимались быстро и, как правило, единогласно. Так быстро и легко проголосовали за изменения названий коммунальных учреждений, связанные с декоммунизационными переименованиями населенных пунктов в уже новом, лиманском, бывшем Коминтерновском районе. Не было возражений по земельным вопросам, районной комплексной программе «Семья и молодежь Коминтерновщины» и по списку присяжных Коминтерновского районного суда Одесской области. После закрытия сессии были заслушаны еще два вопроса – о конфликте между фермером и администрацией сельсовета Трояндовы и детским фестивалем творчества спорта и активного отдыха. В итоге меня более чем удовлетворяют. Мы на первом месте в области по объемам капитального строительства – 189 миллионов. Мы на первом месте в области по среднему уровню заработных плат. Это порядка 5,5 тысяч гривен в среднем. Мы один из, наверное, единственных районов в области, который получил или получит, я надеюсь, свой госпитальный округ. То есть продолжают поступать иностранные инвестиции. На 20 тысяч тонн больше намолотили зерна в этом году. То есть показатели, в принципе, меня удовлетворяют. Что меня не удовлетворяет до сих пор, к сожалению, это отсутствие, скажем так, связки, что ли, между разными сельсоветами района, между жителями, между активистами. То есть я хотел бы видеть более консолидированное гражданское общество. Потому что с их помощью нам намного проще будет заниматься вопросами и децентрализации, нам намного проще будет проводить разъяснительную работу по тарифам, по льготам, по всему остальному. Сессия прошла быстро, но продуктивно. По ее окончанию куда-то делись люди в камуфляжной одежде вместе с мусорным люстратором. Видимо, претензий к присутствующим в сессионной зале у гостей не возникло. Группа компаний ТИС стабильно развивается. Появляются новые рабочие места. Здесь полным ходом идут работы по строительству парка Причальный, открытие которого планируется к концу 2016 года. Группа компаний ТИС – одно из бюджета образующих предприятий Коминтерновского района. Являясь крупнейшим налогоплательщиком, ТИС также является одним из главных работодателей на этой территории. Более 4 тысяч жителей района работают на предприятиях группы компаний ТИС. Здесь имеют стабильную работу и регулярную зарплату жители небольших деревень и поселков, где других источников дохода зачастую просто нет. Поэтому для многих семей в Коминтерновском районе экономический рост родного предприятия вселяет уверенность в завтрашнем дне, который так не хватает сегодня многим украинцам. В настоящий момент группа компаний ТИС стабильно развивается. Наибольшее развитие компания Трансинверсервис сейчас осуществляет в плане строительства новых железнодорожных мощностей. В частности, в прошлом году мы выполнили основной объем работ по расширению приема отправочного парка станции химической, так называемого парка А. В прошлом году мы начали парк Причальный. Это отдельный парк, расположенный в основном на территории ТИС-контейнерный терминал. Этот парк позволит увеличить обработку вагонов мощностями как контейнерного терминала, так и терминала ТИС-уголь. Здесь, за моей спиной, вы видите, мы строим так называемый парк Причальный, что позволит нам создать настоящий транспортный узел, куда может приходить и обрабатываться большее количество вагонов, чем мы обрабатываем сейчас. Сейчас мы обрабатываем около 1200 вагонов в сутки. Это тоже очень немалый показатель, серьезный показатель. На данном этапе уже построено, вот то, что мы видим, порядка 6 километров железнодорожных путей. При полном завершении строительства парка Причальный будет порядка, еще и всего построено, порядка 15-16 километров железнодорожного полотна. Обычный подъездной путь. Он позволяет железнодорожному вагону прибыть к месту разгрузки. Таким владеют многие причалы и порты. Сегодня, благодаря инвестициям в собственное предприятие, ТИС построил полноценную железнодорожную станцию с разветвленной сетью подъездных путей, что позволит значительно увеличить грузопоток и создать сотни новых рабочих мест. Это стабильная работа, это стабильные инвестиции, которые уходят не за границу, а остаются здесь. И, конечно, рядом с таким развивающимся гигантом, которым является группа компаний ТИС, как грибы после дождя растут новые предприятия и компании. Мы сейчас развиваем железнодорожную станцию, мы строим сейчас терминалы. Партнер наш, например, строит зерновой терминал здесь. Рядом с нами МВ Карга строит, которая сотрудничает с нами, строит зерновой терминал с компанией Каргел, знаменитая американская компания, крупнейшая частная американская компания. Идет такое развитие. Мы хотим рядом строить индустриальный парк. Мы уже начали предприятия привлекать сюда. Важной составляющей деятельности ТИСа является развитие инфраструктуры в селах Коминтерновского района, а также помощь социально незащищенным жителям. Для этого уже много лет назад был создан специальный фонд помощи, который сегодня называется именем Алексея Ставницера, одного из основателей группы компании ТИС. Все наши предприятия стараются этот фонд пополнять, потому что мы понимаем, что там, где мы живем, должна быть рядом социальная программа. Я уже говорил много раз, что бизнес должен иметь какую-то социальную ответственность, потому что, если он ее не имеет, и происходят тогда огромные дистанции между полями. Одни богатые, а другие совсем бедные. Олег Джумберович уверен, что работа – это не единственное, чем живет человек. У многих есть семьи и связанные с этим заботы. Если у работника налажен быт, дети ходят в хорошую отремонтированную школу или детский сад, а поселок радует качеством дорог, есть газ, свет и вода, то такому человеку и работается легче, и толку от такой работы больше. Либанскому отделу полиции нужны новые кадры, участковые инспекторы и исследователи. Основные требования – высшее образование, отсутствие судимости и пагубных привычек. Сегодня стать работником полиции могут мужчины и женщины возрастом от 21 года до 35 лет. В связи с реформой органов правопорядка, часть состава не прошла аттестацию. Эти работники полиции были вынуждены подать в отставку. На вакантные места выбирают лучших по результатам тестирования и дальнейшего обучения. Всех сотрудников полиции набирает только главное управление в Одесской области. Есть у кого желание, пускай подходит к нам комитетный отдел полиции, где будет им дана вся консультация и объяснено, как, что, куда приходить и как мы можем помочь. Сегодня на территории Лиманского района работает всего 10 участковых инспекторов. Полным ходом идет установка видеокамер в селах в рамках районной программы «Безопасная коминтерновщина». Кроме этого, создаются добровольные народные дружины по охране общественного порядка. Самой образцовой из которых является дружина «Визирь» в селе Визирка, созданная при поддержке группы компаний «ТИС» еще пять лет назад. Работники полиции постоянно взаимодействуют с председателями сельских советов и сегодня успешно раскрывают серьезные преступления по горячим следам. 5 августа 2016 года в 10 вечера нам поступило сообщение от Комитетовской центральной районной больницы о том, что был доставлен гражданин Мельник, житель села Дмитровка, с телесным повреждением в виде ножевого ранения в область груди. Следственная оперативная группа совместных сотрудников Комитетовского дела полиции выехала на место в село Бутовка, где это все произошло, и устанавливали данные факты. Факты у нас устанавливались по поводу, как причинилось телесное повреждение. После всего нам стало известно, что во время ссоры жителям так же села Дмитровки была ссора, и во время этой ссоры было нанесено телесное повреждение. После чего подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия, было совершено мероприятие, предъявленное, и был он задержан. Заставленный Комитетовский отдел полиции, где уже проводились следственные действия, и человек дал предательные показания по совершению преступления. Также установлено, что во время ссоры оба участника конфликта были в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к фатальному результату. Потерпевший получил увечья, несовместимые с жизнью. Кроме бытовых конфликтов, сотрудники полиции успешно борются с организованной преступностью. Сотрудниками Комитетовского отдела полиции совместно с управлением уголовного розыска в Одесской области была задержана группа лиц, которые совершали на территории Комитетовского района, а также в Одесской области разбойные нападения. Наша служба и опасна, и трудна, поется в известной песне. Работник полиции – это в первую очередь призвание и высокий профессионализм, умение ладить с людьми и уважать каждого, вне зависимости от социального статуса и положения. Именно таких специалистов ждут в Лиманском отделении полиции на вакантные места следователей и участковых инспекторов. Редактор субтитров А.Семкин